всем привет уважаемые подписчики и гости моего канала у нас начало января новогодние выходные подошли к концу и я пользуюсь случаем еще раз хочу вас поздравить со всеми прошедшими праздниками но сейчас январь первая половина самое такое время для того чтобы начать новый посадочный сезон список растений которые можно начинать сеять января достаточно большой я вот подготовила такую целую кучу семян и о некоторых растениях я вам хочу сегодня подробнее рассказать начнем с эустомы многие этот однолетник знают и эустому начинает сеять уже с ноября месяца ноябрь декабрь и что неудивительно вот такую высокорослую эустому ее сеют очень рано и потому что она зацветает через 6-7 месяцев но если вы не успели либо если у вас она не взошла ничего страшного потому что еще время есть январь еще не законченный можете ее посеять она успеет у вас зацвести но также хочу вам сказать о том что есть помимо высокорослой срезочной эустомы вот такая вот низкорослая ее можно высаживать в кашпо ее можно выращивать на балконах и именно такая эустома низкорослая она зацветает намного быстрее она зацветает уже через пять месяцев и кстати сказать в этом году я нашла семена такие знаете очень красивые и эксклюзивные от фирмы биотехника смотрите вот так вот она выглядит видите розовая лавандовая синяя белая и именно вот это эустома она имеет очень быстрый период развития и зацветает она через 3-4 месяца после посева поэтому январь февраль можно сеять спокойно ничего не бояться также она может быть тут и беленькая и такая двухцветная в общем если не успели с высокорослыми ничего страшного сейте низкорослые сорта они у вас успеют взойти вырасти и зацвести в середине лета также сейчас можно начинать сеять бегонию бегония тоже бывает разная она бывает вечно цветущая она бывает клубнивая что касается бегонии она очень долго всходит и вот я в прошлом году сеяла семена у меня один сорт сходил ну наверно около месяца я даже думала ее выкинуть потому что ну сходов нет и нет нет и нет какая-то у меня взошла какая-то все уже там чуть ли не плесенью лоток покрылся а сходов все не было но потом один прекрасный день я заметила эти микроскопические листочки поэтому не переживайте если вы вдруг посеяли бегонию она у вас не сходит ждите до последнего месяца то и больше она может сходить что касается сортов они бывают разные она бывает и в смеси она бывает и одноцветной она бывает и двухцветной также встречается бегония с вот такой вот красивый бордовый листвой она еще называется бронзово-листная бегония тоже смотрится очень красиво очень эффектно что клумбе что в кашпо что касается бегонии клубнивый здесь вообще сорта просто поражают своей красотой она бывает обычная бывает вот такая вот махровая и цветы и и просто невообразимы они даже больше похожи на розы посмотрите какая красота она тоже может быть смеси может быть не в смеси может быть и оранжевый и розовый и двухцветный в общем а сортов куча осталось только как-то выбрать и не знаю честно как выбрать потому что я насмотрела столько семян и где бы место найти для этих всех моих хотелок также хочу обратить ваше внимание на бегонию ампельную она тоже вызывает восторг посмотрите какая красота какие мощные растения побеги ампельной бегонии могут быть очень длинными она есть среднерослая и есть скажем так высокорослая ее побеги вот эти вот могут достигать чуть ли не до полутора метров вниз вот здесь производитель пишет метр двадцать в общем шикарное мощное растение для подвесных кашпо просто идеальное ну и сорта сами видите она может быть обычная может быть махровая и также может быть с такими вот причудливыми яркими махровыми красными цветами дальше что у нас дальше сейчас в январе можно сеять калибрахоа этот цветок тоже думаю многим знаком калибрахоа является ближайшей родственницей петунии единственное что на мой взгляд она такая менее требовательная к уходу и цветы не у калибрахоа нравится больше потому что она цветет так что вот не видно листвы я вам ставлю фото своей желтенькой калибрахоа которая у меня росла в прошлом году но это просто какое-то вот невероятное солнышко было яркое такая сочная и вот кашпо она просто была один такой сплошной ком цветов окраска у калибрахоа может быть самая разнообразная не только желтой она бывает вот видите и синяя и малиновая розовая коралловая вот это желтенькая которую я сажала в прошлом году и что у меня тут есть белая посмотрите тоже какая красивая сходит калибрахоа тоже достаточно долго и развивается медленно но это ничего страшного сейчас январь у нас времени вагон можно посеять сейчас если что что-то досеять в феврале кстати калибрахоа очень хорошо черенкуется и в прошлом году у меня из трех семян зашло только одно семечко но я его начеренковала у меня в итоге получилось несколько горшочков с этой калибрахоа и этих горшочки я потом рассадила по кашпо и также что касается калибрахоа раньше калибрахоа можно было купить только в виде саженцев размножалась она исключительно черенкованием вот буквально недавно появились на рынке семена американской селекции и вот эта семена я калибрахоа ничуть не уступает по своим свойствам калибрахоа которая куплена где-то в питомниках и выращена из черенков также дорогие друзья сейчас можно начинать высеивать вот такую вот гвоздику называется она гвоздика шабо тоже очень красивый неприхотливый застухоустойчивый однолетник который еще имеет очень приятный и нежный запах и многие подписчики не писали о гвоздике и говорили что это их любимый однолетник который они сеют каждый год честно я гвоздику шабо не выращивала из семян ну потому что сеять ее нужно рано я раньше свои посадки начинала немножко позже но в этом году я как и все начну посадки рано в январе и гвоздик шабо обязательно посею ну вам естественно все покажу дальше у меня на очереди идет пеларгония это растение тоже многим знакомые многие ее выращивают многие выращивают просто в качестве такого комнатного растения бывает она абсолютно разное бывают и высокорослые и среднерослые и карликовый низкорослый окраски самые разнообразные от классической красной розовой белой до вот такой вот двухцветной она бывает и лососевая бывает оранжевая очень красивая пеларгония вот такая вот красная посмотрите с махровыми соцветиями мне очень нравится пеларгония от фирмы биотехника у них такие знаете эксклюзивные сорта она бывает самого разнообразного размера от привычный нам вот такой вот среднерослый до вот такой вот совсем малышки карликовый очень мне понравилось вот такая вот зубчатая пеларгония у нее необычные такие соцветия остренькие но больше всего мне нравится пеларгония такая вот ампельная посмотрите какая красота такая пеларгония идеально подходит для выращивания в подвесных кашпо цветет она очень долго цветет очень обильно ну согласитесь как такую красоту можно не посадить я пеларгонию выращивала несколько лет назад потом у меня был перерыв в этом году я обязательно ее посею и именно вот эти вот ампельные сорта ну о чем вам попозже обязательно покажу также сейчас январе можно сеять многолетники особенно те многолетники которые требуют стратификации вот у меня представлены несколько таких многолетников сейчас можно сеять лаванду посмотрите она тоже бывает разная бывает лаванда повыше бывает лаванда пониже это растение тоже многие любят и с удовольствием сажают потому что в себе она сочетает несколько качеств и обладает не только такой декоративностью но и полезностью лаванду используют и в качестве настоев она является прекрасным успокоительным средством ее сушат ее используют в создании зимних букетов в общем такой многолетник не только красивый но и полезный единственное что конечно стоит с ней повозиться чтобы вырастить из семян нужна и стратификация нужно соблюдать правила определенной агротехники она не любит избыточной влаги в общем если все делать правильно в принципе вырастить из семян ее можно также сейчас можно сеять примулу и этот первоцвет тоже пользуется большим спросом у садоводов она бывает тоже двух видов она бывает вот такая вот бестебельная с крупными яркими соцветиями у меня она кстати такая растет я ее выращивала из семян также бывает примула вот такая вот махровая посмотрите какие красивые у нее цветы похоже то ли на пеларгонию то ли на розы очень такая необычная и яркая примулу вырастить тоже можно несложно но вот стратификация это такой важный момент который не стоит упускать ну и конечно же всеми любимые дельфиниумы они тоже требуют стратификации их тоже достаточно хлопотно вырастить из семян но многих получается главное семена выбирать посвежее и конечно чем старее скажем так семена тем хуже они сходят дельфиниумов сейчас очень большой выбор и вот мне очень нравится вот такая серия профи посмотрите какие здесь окраски необычные одноцветные и двухцветные и синие и лавандовые и сиреневые в общем выбор большой осталось только определиться дальше дорогие друзья сейчас можно сеять садовую землянику я вам сейчас покажу вот я для примера взяла несколько сортов земляника бывает мелкоплодная вот она здесь у меня представлена видите есть и с желтыми плодиками есть и с красными есть и с белыми в принципе она по вкусу ну не сильно отличается друг от друга ну какой-то ягодки покрупнее какой-то ягодки посочнее у какой-то ягодки послаще другие с кислинкой какая-то с усами какая-то без в общем тут тоже нужно просто выбрать какая вам больше нравится какие вкусы вы предпочитаете такая вот мелкоплодная земляника она принципе всходит без проблем и ее можно сеять и в январе и в феврале и в марте и кто-то даже сеет в открытый грунт она даже не требует стратификации и семена кстати всходят достаточно хорошо и дружно а что касается крупноплодной земляники она же клубника вот ее конечно вырастить из семян не так просто во первых она требует обязательной стратификации во вторых семена у нее такие знаете очень туго всхожие и вот если в пакетике но семечек 10 то 4 3 в лучшем случае взойдет а так бывает 1 2 ну от этого уже не никто не застрахован и все знают о том что семена клубники ну очень плохо всходят и очень хорошо нужно постараться ну а так в принципе вырастить можно и я выращивал ремонтантную и выращивала вот гигантеллу и другие сорта сеяла сорт искушения конечно это стоит того чтобы возиться потому что ягоды плодоносят до поздней осени до заморозков и очень вкусные и очень красивые она даже бывает с с розовыми цветочками вот эта ремонтантная клубника в общем кто по каким-то причинам не сеял клубнику попробуйте все возможно главное немножко постараться ну и конечно кто соскучился по свежей зелени собственно выращенную со своего огорода можно сеять микро зелень я кстати с декабря активно ее выращиваю вот я даже здесь лоточки вам поставила для примера чтобы показать это у меня капуста вот красненький амарант здесь у меня еще стоит моя петрушка я ее потом высажу в открытый грунт микро зелень вырастить очень легко совершенно несложно я вам даже ролик выкладывала в котором показывала и рассказывала как микро зелень бывает разная и производители сейчас просто на вкус и цвет на фасовали всего что только есть и вот посмотрите какая у меня здесь представлена вот амарант тот же самый капуста и крест салат и капуста вот такая краснокочанная и брюква и дайкон в общем чего только нету вся микро зелень очень вкусная очень полезная я вот когда готовлю овощные салаты я прям срезаю а вот эту всю зеленушку добавляю в салат и очень нравится и мне и детям и мужу поэтому кто не выращивал обязательно попробуйте это того стоит ну все как вы видите список мой подошел концу конечно есть и другие растения которые можно посеять сейчас январе и я что-то могла упустить поэтому если вам есть что добавить к моему списку не стесняйтесь пишите в комментариях ну а так как вы видите уже много чего можно посеять и хоть каждый день что-то высеивать меняя растения в общем начинайте смело посадочный сезон но помните о том что такие ранние посевы они требуют дополнительного освещения поэтому если у вас нет ламп то стоит немножко подождать ну все на этом наверное будем заканчивать и кстати вы наверняка у меня спросите о том где можно купить эти все растения конечно все эти цветы все эти растения есть в моем интернет-магазине но он у нас пока не закончен мы все никак не можем там доделать некоторые нюансы но я надеюсь вот-вот со дня на день все работы окончательно доведутся до конца я вам смогу анонсировать наше открытие ну а пока ждем и надеемся что это случится как можно быстрее всем спасибо за внимание и до встречи на моем канале всем пока всем пока